Алекс Яновский вместе с нами. Алекс, ты где сейчас? Я сейчас в Киеве. В Киеве? Я всем сказал, что ты даже не в этой стране, пытаясь объяснить, почему не получилось быть в Одессе. Ну, Одесса и Киев – это далеко. Начинается. Хорошо, как твои дела? Хорошо. Что тебя сейчас драйвит в работе? У меня больше всего драйвит сейчас – это доставка еды. Почему? Почему доставка еды? Ну, это самый большой в мире. Я понял, что это самый большой в мире рынок. 8 миллиардов человек живет сейчас, кушают три раза в день. Это 24 миллиарда. Транзакции в день. Ну, где есть такой рынок? Вот твой пиджак красивый. Ну, сколько раз ты в год такие пиджаки покупаешь? Два раза в год. То есть, рынок пиджаков не стоит заниматься? Да. А здесь 24 миллиарда в день. Ну, это ж на всех игроков. Ну, на всех. Ну, неужели ты думаешь, я не смогу 1% откусить? Так, 1% – это сколько? Я помню. Ну, посчитай, посчитай. Слышишь? 240 миллионов, да? Нет, больше. Это что? Больше миллиард. Мы помним, такая цифра была всегда. Ну, подожди, или сколько, да? Ну, может быть, 240 миллионов. Ну, много, короче. То есть, это, знаешь, это триллионный бизнес. Я понял, что в этом сегменте можно построить компанию с капитализацией триллион долларов. Слушай, ну, а какая сейчас самая дорогая компания и занимается едой? На первых местах Apple, Google. DoorDash. DoorDash. Сколько они? Нет, нет, нет. Я имею в виду доставка еды. Ну, да, да. DoorDash. Да, потому что там McDonald's, Starbucks стоит там 100, больше 100 миллиардов долларов, но это мне неинтересно. А вот DoorDash – это доставка еды. Они стоят, значит, 10 дней назад они стоили 65 миллиардов долларов, а сегодня уже 75 миллиардов долларов. Ну, вчера утром я смотрел. Я думаю, после сегодняшнего ивента многие выйдут и продадут свой бизнес на OLX и займутся доставкой еды. Не боишься конкурентов? Я себе сам, сам себе развожу конкурентов. Вот я, блин, вот шел сюда и думаю, как вам ничего не рассказать. А потом понимаешь, ну, как я могу не рассказать, если ты будешь спрашивать. Все правильно. Ну, ты довольно открытый человек. Ты сколько в день проводишь? Ну, я не знаю, больше пользы или больше плюсов или минусов от этого, я даже не знаю. Очень много минусов. Ну, потому что сейчас вы сейчас послушайте, то, что я вам расскажу, вы все захотите доставкой еды заниматься. Да, но не у всех есть такая там инфраструктура. Ну, я тут немножко рассказывал, пока мы подключались. У тебя большая команда. Сколько человек сейчас именно в хед-офисе, который занимается управлением? Да я не считаю уже. Вообще в холдинге 14 тысяч. Ну, это включая сотрудников, условно там. Ну, включая сотрудников, но они же тоже люди. Ну, сто процентов. Не хотелось бы, чтобы они думали, что мы говорим, что они не люди. Да, ну, поэтому они же от них вообще больше зависят всего. У нас 3 тысячи курьеров, там, по-моему, 4 тысячи поваров. Большая структура. Ну, в общем, мы сейчас делаем миллион триста тысяч доставок в месяц. Как ты стал таким? А Дордэш? Да нет, я вообще вот такой маленький. Дордэш делает 100 миллионов в месяц. И мне 52 года, а ему, сука, 36 лет, китаец этот. Ты понимаешь? Поэтому, когда ты говоришь империя, слово, мне смешно. Я себя маленьким чувствую. Маленьким и глупеньким. Угу. Когда будешь большим и не таким глупым? Ну, вот 100 миллионов я поставил тоже за 3 года. 100 миллионов в месяц транзакций. Сейчас, извини, сколько сейчас? Миллион триста тысяч. То есть это, ну, там, x100, по сути? Да, x100. Ты так поэтому назвал холдинг свой? Да, поэтому прямо вот так. То есть это не для нас x100, это для тебя x100. Да, это все для меня x100, да. Любишь деньги? Надо любить деньги, вот так. Давай не так спрошу. Надо любить деньги. Не, я не люблю деньги. Ну, я как бы не то, что не люблю деньги, но я и не люблю деньги. Я люблю, когда у меня есть возможность. Просто деньги дают возможности. Но если ты делаешь правильные вещи, то у тебя появляются возможности и деньги. Я про деньги вообще не думаю. Понял. Мне главное, чтобы я мог сделать то, что я придумал. Я как композитор, знаешь, вот предприниматель это же композитор. Он придумал какую-то композитор мелодию. Что такое мелодия? Это сумма нот, как-то расстановленные ноты, но которые не он придумал. Ноты же до него придумали. То же самое и предприниматель, он ничего сам не придумывает. Он берет то, что до него придумано и как-то складывает это как композитор в какой-то последовательности. Вот интернет, вот люди, вот мобильный телефон, вот приложение, вот доставка, вот машина. Бизнес-модель это сумма нюансов. Меня слышно? Да, все. Мы записываем. Это не поможет. Хорошо. Скажи, пожалуйста. Помнишь этот анекдот? Трахали как трахали, просто пистанины добавилось. Нет, не помню. Ну ладно, почитай в интернете. Это очень смешно анекдот. Я не сомневаюсь. Ну, это концовка была, я так понял. Да. Да, это концовка, конечно. А тебя драйвят конкуренты? Кто ты считаешь в Украине? Можно не из твоей сферы тебя драйвят? Украина вообще... Что ты, блин? При чем здесь Украина вообще? Вообще ни при чем, да? А за чего я должен про Украину думать, если я в мире живу? Ну, то есть Дордеш и все. Ну, конечно. Но нормальный футболист, он что думает про... Если он мирового уровня, он что думает про Украину? Он думает про Рональда, про Месси. Я же английский знаю, пойми, в отличие от многих. Я же 32 года американский гражданин. Это, знаешь, меня удивляют люди, которые английского не знают. Они вообще... У них доступа вообще к информации нет. Я примерно часов 5-7 в день поглощаю английский контент. Я каждый день удивляюсь людям, которые не умеют по-английски. Как они вообще... Как они о мире узнают? Представься, если я 5-7 часов в день читаю английский контент. Причем... Какой контент? Ну, читаю разные все, что нахожу интересного в интернете. Там же масса всего. В основном годовые отчеты компании я читаю. Это очень скучно, наверное. Это очень скучно, но очень полезно. А что там... Ну, годовой отчет какой компании? Дордеш? Ну, например, Дордеш годовой отчет. Алибаба 100 страниц годовой отчет. Знаешь, как интересно? Знаешь, хочешь себя почувствовать идиотом? Прочитай годовой отчет Алибабы. А он, интересно, читает годовые отчеты X100? Вот в том-то и дело, что нет. Поэтому меня это бесит. Хорошо. А я тебе еще расскажу историю. Давай. 99-й год. Мне ровно 30 лет. Я живу в Нью-Йорке. У меня бизнес. Человек 200 работает. Такой успешный парень. Высокое мнение о себе. Нормально денег. Покупаю, значит, я интернет-имя. Domain name называется по-английски. Ну, классное, крутое имя. И принимаю решение открывать интернет-магазин. Потому что я тоже тогда читал чуть-чуть. Не так много, как сейчас. Увидел Безос там уже, что IPO было Амазона. 99-й год. И мне 30 лет. И я покупаю за большие деньги. И готовлюсь к открытию. И в конце не открывая, струсил. А в это время вот этот Джек Ма, он не жил в Нью-Йорке. У него не работало 200 человек. У него не было столько денег, сколько у меня. Он не струсил. И в Китае открыл Али Бабу в 99-м году. Угу. И вот где сейчас я, где он. Теперь вопрос. Почему я струсил? Недостаточно знаний было. Очень много неизвестных. Понимаешь? Поэтому, когда мы учимся, у нас добавляется количество известных. Ну, например, там 20 параметров нужно, чтобы сложилась картинка. Из них, если 15 тебе понятно как, а 5 непонятно неизвестных. То ты пойдешь в это дело. Ну, потому что ты почувствуешь, что ты их разгадаешь. Но когда у тебя 5 понятно, а 15 непонятно, тебе страшно. Вообще, страх это всегда отсутствие знаний. Вот такая история. Еще одну историю расскажу. 2000 год. Я покупаю за 100 тысяч долларов акции Apple. По капитализации 5 ярдов. Да, мне 31 год. Но так как я дурак, еще был тогда. Значит, акции чуть выросли. Я порадовался. Акции упали. Я расстроился. Потом они выросли. Я порадовался. Упали. Я расстроился. Мне это все надоело. Я продал. И недавно я расстроился. Да. А сегодня они стоят 2,5 триллиона долларов. И это в 500 раз больше. Это бы 100 тысяч долларов превратились бы в 50 миллионов долларов. И знаний, знаний не было. Ничего не понимал в жизни. А вообще, помимо этого кресла, компьютера, ты чем занимаешься? Ну, я в основном читаю целый день. Ну, это больше, это самая полезная штука. Образовываюсь. Ну, потому что много людей, есть кому работать, знаешь. То есть, команда работает, а я читаю и думаю, что дальше делать. Первый номер, он возможности должен искать. Он не должен больше ничего делать. Я просто читаю, ищу, ищу идеи, возможности, направления. То есть, решаю задачу. У меня одна задача сейчас. Как за три года выйти на 100 миллионов в месяц транзакций? Ну, понятен уже путь. Можешь поделиться? Путь, ну да. Тысячу кухонь открыть больших. Сейчас у нас 700 кухонь, но маленьких. И там сейчас один бренд на каждой кухне. И это тоже очередная моя глупость. Вот в танке я был, я еще мыслил по-старому. Пять с половиной лет назад, когда я пошел в этот бизнес, я мыслил так. Ну, типа Starbucks. Вот точка и один бренд. А это была ошибка, потому что на одной кухне можно много брендов. Тем более, мы доставкой с самого начала занимались. У нас же 80% доставка. И именно я пошел в этот бизнес, потому что мне доставка нравится. Мне не нравится, когда ко мне приходят люди кушать. Ну, как бы я не против, пришли и покушали. Но мне нравится, когда я к людям прихожу. Ну, то есть ресторан домой. У меня больше намного возможностей. Потому что в радиусе нескольких километров гораздо больше живут. У них столов в этом радиусе намного больше, чем у меня в ресторане. Поэтому мне лучше поставить им еду на их стол, чем чтобы они пришли за мой стол сели. Поэтому доставка еды меня очень... Уже пять с половиной лет назад, когда я в нее пошел, она меня возбуждала. Но не до такой степени, как сейчас. Это удивительная история. Кстати, в семь лет начал музыкой заниматься. Папа заставлял. А влюбился в музыку в 15. Было у кого-то такое в чем-то, что начал заниматься в одно время, а влюбился в это дело чуть позже, по-настоящему? Было? Кричат, что да. Да, да, да. Так вот, я в доставку особенно в последнее время влюбился. Потому что я понял, такие невероятные возможности. Значит, сейчас примерно 0,4% из всех транзакций в мире – это доставка еды. То есть, если 24 миллиарда у нас в день всего транзакций, 8 миллиардов людей кушают 3 раза в день, 24 миллиарда, то из них 0,4% людей на доставку заказывают. А по моим оценкам, через 20 лет будет 40% людей на доставку заказывать еду. В 100 раз? Х-100 опять? Ну, да, да, да. В 8 раз. Да, точно, 100 раз. Вот смотри, 200 лет назад как люди питались. Был миллиард человек 200 лет назад на земле, и люди 3 миллиарда раз в день кушали, но в основном они выращивали и кушали. Я называю это грядка. А сейчас у нас 80% людей, 80% всех транзакций – это пошел в магазин, потратил время, в магазине потратил время, пришел из магазина, потратил время, приготовил еду, потратил время, помыл посуду, потратил время, выкинул мусор, потратил время. Ну, то есть, это вот так сейчас 80% примерно потребляют еду. А через 20 лет, я думаю, что потребление в магазине в 2 раза упадет. То есть, люди не будут в магазин ходить, люди будут на кнопку нажимать, к ним будут привозить. Поэтому рынок огромный. Мы сейчас миллион 300 делаем транзакций в месяц. Это немало, но это немного по сравнению с лидерами. – Ты играть начал на чем-то? – Алло. – Что-что? – Такой звук у нас был. – Слышно? – Вот это начал на чем-то играть. – Да, слышно. – Нет, у меня тихо. – Тихо? – Да. – А напомни, на чем ты играешь? На этом? – На тромбоне. – На тромбоне. – Да. – Кто еще играет на тромбоне? Никто, кстати, не сказал. – Все. Все. – Никто. – Слушай, смотри, вот эта компания DoorDash, вдумайся, у которой 100 миллионов в месяц сейчас транзакций, которые 75 миллиардов стоят. Американская компания. За первые 7 лет они сделали миллиард транзакций. Миллиард за 7 лет. За последние 9 месяцев еще один миллиард. Я тебе порассказывал, насколько растет рынок. – То есть это рынок, не они научились лучше работать? – Ну, они тоже. Но самый лучший бизнес всегда, это первое, когда там большое… Вот все здесь, наверное, предприниматели, задайте себе такой вопрос. Сколько в мире в день транзакций вашей бизнес-модели? В мире в день. Вот у меня… – Алекс, люди начинают уходить. – Почему? – Они ответили на вопрос, пошли искать. Я шучу, не, никто и все сидит. Ну да, мысль понятна, то есть посмотрите… – Да, потом, теперь, но это не главный вопрос. Главный вопрос через 20 лет будет столько же, меньше, чуть-чуть больше, намного больше или намного меньше. Есть вот такое количество вариантов. Например, если сейчас открыть магазин у дома, это очень глупо. Потому что все меньше и меньше людей будут ходить в магазин. Гипермаркеты уже все практически в минусе. Я разговаривал с топами ленты российской. У них все гипермаркеты минусуют. Понимаешь? Рынок огромный, но он падающий. Нужно быть на быстрорастущем рынке, это самое главное. – Давай, резюмируя, важнее что? Идти в растущий рынок или быть крутым управленцем, что-то умение? – Нет, намного важнее в растущий рынок. Потому что тебя сам рынок сделает крутым управленцем. – Супер. Мне кажется, это главная мысль. – Это никто не знает. Это самая большая моя ошибка была первых 20 лет в бизнесе. Я думал, что самое главное – менеджмент. Если я буду крутым менеджером, если я буду крутым лидером, то все… Неважно, чем я займусь, я везде из говна конфетку сделаю. Это не так. Нужно выбрать… Ты можешь ничего не уметь. Ты можешь быть Мариком Цукербергом, 20-летним, ничего не умеющим. Но если ты попал в правильную бизнес-модель, она начнет тебя поднимать вверх, и ты быстро будешь учиться. – Алекс, спасибо тебе большое, что уделил нам немножко времени своего, драгоценного. Желаем тебе X100. Тебе аплодируют. Ты слышишь? – Да, да, да. Спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok